Эти деньги мне дети подарили на 8 марта. Мне день рождения было подарили. Думаю, что-то купить себе. Вот так вот получилось. Любовь Радина только отошла от слез. Последние 6 тысяч рублей она отдала за электросчетчик, который ей навязали мошенники. Лжеэнергетики на днях пришли домой к бабушке, представились сотрудниками горэлектростети. Убедились, что старый счетчик надо менять. Пенсионерка подписала все бумаги, отдала деньги. Некий парень Радомир быстро установил новый прибор. Я пошла сюда на энтузиастов оформлять этот счетчик. Я пришла, она мне там эта женщина отругала. Она говорит, а вы знаете, кому вы отдали деньги. Вы, говорит, даже не позвонили, хотя бы к нам позвонили. Ну и все. Я уже вот тут-то и все. У меня-то все и заколохалось. Такая сделка незаконно сообщили нам в горэлектросети. К тому же стоимость счетчика мошенники завысили в несколько раз. За последнюю неделю в Барнауле зафиксировано более 10 таких же случаев обмана. Среди жертв энергетиков не только доверчивые пенсионеры. Теперь поймать за руку Радомира и его напарников будет трудно. Даже в договорах с клиентами они оставляют разные адреса своей организации. Мы решили заехать на указанный адрес Максима Горького 1. Удивительно, но здесь находится только шиномонтаж. Этот шараш-монтаж мы не смогли найти по адресу Максима Горького 21. В здании 25 организаций ни одна из них не занимается установкой приборов учета. В горэлектросети сейчас очень обеспокоены ситуации. Сотрудники предупреждают своих абонентов, что энергетики проводят замену и установку счетчиков только по предварительной заявке от собственников жилых помещений. Тем же, кого мошенники уже поставили на счетчик, скорее всего придется установить другой прибор учета или заплатить штраф. Сейчас к этим лицам будут применены штрафные санкции, составлены акты нарушений. Это расценивается как самовольная замена прибора учета. Потребитель, имеющий намерение демонтировать прибор учета, должен обратиться в одну из организаций. Это либо к гарантирующему поставщику, либо в сетевую организацию. Руководство Горэлектросети ожидает, что в ближайшие дни сообщения о новых жертвах Радомира и других энергетиков еще продолжат поступать. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok